Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. В предыдущем ролике я рассказывала, чем можно подкормить томаты в разгар лета. Именно сейчас, конец июня, начало июля. И в нем я говорила, что в это время ни в коем случае нельзя подкармливать, как одним азотосодержащим удобрением. Вот это селитра, мочевина, всякие перегнои, настои коровика. Потому что томаты и так зеленые, свежие, им азот уже не нужен. Они уже хорошо разрослись. Мы наоборот уже должны тормозить их зеленую массу в росте, потому что иначе произойдет жирование, в ущерб цветению и в ущерб завязи плодов. Но есть ситуации, когда наоборот нужно подкормить азотосодержащими. Ясно, что если вы подойдете к своим томатам, а они вот такие пышущие и зеленые, у вас даже не возникнет мысли как-то стимулировать наращивание зеленой массы, подкормить азотом. Ну вот одна девушка написала, что она высадила рассаду и в течение месяца рассада стоит как бы замерзла в росте. Не прибавляются ни листья, ни куст не увеличивается. В этом случае, конечно, нужно обязательно помочь растению подкормить азотом. У меня таких растений своих нет, потому что у меня рассада вся хорошая. Ну вот я взяла, сейчас найду, взяла одну помидорку для разведения сорта, мне дали. И она, как вы видите, очень отличается от других. Вот такая вот малышечка. Эта чужая у меня сидит. Хочу все-таки получить с нее семянки. И, ой, увидела колорадского жука. Вы смотрите, что такое, откуда-то личинка взялась и объела вестова. Ужас. И вот, и она сидит, кстати, у меня тоже очень давно, и она почти не растет. Она отличается от всех других. Другие уже вот какие у нас, все здоровые, толстые. А она вот такая. Если вот ситуация такая же, как у девушки у вас, вы, например, посадили рассаду. А, вот что она сказала, они купили на рынке, уже с остатков выбирать было нечего. Взяли, вероятно, самые отходы. Ну, какие что, остатки. И она, рассада была некачественная. В этом случае, если вы высадили томат, первую неделю вы не расстраивайтесь. Укореняется корневая система. Она не должна расти. Она первую неделю развивает корень. Делается у нее сцепка с землей. Новые корешки образуются. Но если неделя прошла, другая прошла, растение не увеличивается, нужно ее, как бы, стимульнуть немного и подкормить. Тут подкормки вот в таком размере, если уже июнь на исходе, а томатик маленький, подойдут любые азотные. Можно и селитрой полить. Можно и мочевиной полить. Можно и перегной взрыхлить, вокруг перегноя наложить. И при поливе он туда будет попадать. Можно и раствор коровика навести, и птичий помет, и конский навоз. Все сюда подойдет. Но только соблюдайте меру, конечно, не сожгите. Внимательно прочитайте информацию где-нибудь в книгах, журналах, на сайте, чтобы не сжечь. На всех фабричных есть инструкция. Не превышайте норму, тогда все будет нормально. Можно сделать опрыскивание стимуляторами роста. Эпин, эффектон, энерген, циркон. Любые. Зайдете в магазин, спросите, где у вас на какой полке там стимуляторы роста, регуляторы роста. Все это подойдет. Вот такую томатику. Я над своей не расстраиваюсь, потому что она у меня одна из тысячи такая, остальные все нормальные. Но если у вас вот такой томат, его срочно нужно подкармливать азотосодержащими. Я специально это сказала, потому что вы можете подумать, что я сегодня как снимала видео и сказала, что в июне, в июле нельзя ни в коем случае азотосодержащими подкармливать. Но я имела в виду нормальные томаты, которые уже хорошо сформировали куст, у которых начинаются вот такие завязи, им азот уже не нужен. Вы видите, какие пальмы. Зачем им азот? Их вообще надо наоборот тормозить. Я вот сейчас пойду опять по поллиста обрезать, потому что вот какие листья в человеческую руку длиной. А для такой маленькой, для маленького кустика, азот будет как нельзя кстати. И вот эти стимуляторы, которыми вы опрыскаете, они помогут, может быть, что-то там у нее перещелкнется, программа установится правильно. Почему она замерзла в росте, я не знаю. Может быть, была некачественная семечка, может быть, она пережила какой-то заморозок, и может быть, корень у нее там немного. Еще одна помощь, если растение замерло, можно немного его подокучить, или если есть возможность наклонить и стебель заглубить, тогда это вызовет образование новых корней на стебле, и если старый корень поврежден, то, возможно, вот эти новые молодые корни, оно прицепится очень быстро. Может быть, они помогут быстрее ему вырасти. Некоторые ставят, как я видела в фотографии, обрезанные пятерки, полторашки из-под газ воды, ставят, прямо насыпают землю в этот цилиндр. Некоторые просто окучивают повыше сантиметров на 15. Но нужно как-то стимулировать образование новых корней, опрыскать, подкормить азотосодержащими, ну и все. Если уж не вырастет, значит, она заколдованная. До свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Там все мои советы, все мои видео, все мои заметки. Набирайте Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Желаю, чтобы у всех все росло. Я не знаю, мне когда вот приходят письма, я даже расстраиваюсь. У кого-то корень поврежден, не растет. У кого-то еще что-то. Я на свои посмотрю, фу-фу-фу, конечно. Не знаю, я как, у меня больше по принципу посадил и забыл. Я бываю здесь редко. Вот сейчас прополола, прорыхлила, все, недели две они меня не увидят. Я там в других местах. Придешь, все растет уже, все в помидорках. И когда люди пишут, что не получается, так хочется помочь. Но в каждый участок не заглянешь. И я не знаю, по какой причине могут не расти томаты. Они такие живучие. Они наоборот растут даже там, где не надо. Вот выбросишь помидорку на помойке, придешь, смотришь, уже там плоды выросла помидорка. Отцвела, завязала плоды и уже поспевает. Без всякого ухода, лежа, в висячем положении. Мы будем стараться разбирать все вот эти причины, почему она, как помочь. Попробуйте вот то, что я посоветовала. До свидания. Желаю все-таки, чтобы у этой девушки помидорки ее, которые она взяла на рынке некачественные, все-таки выросли и дали хороший урожай. Желаю от всей души вам.